И Еврокарт Мастеркарт И теперь в течение трех лет Это ваша карточка Маэстро Сирос С ней вы легко можете снять деньги со своего банковского счета повсюду, где увидите фирменный знак Все, что вам нужно сделать, это набрать персональный код, известный только вам И вы получите деньги за несколько секунд К тому же, везде, где вы встретите фирменный знак Маэстро Сирос, карточка позволит делать покупки Спрашивайте в своем банке карточку Маэстро Сирос Маэстро Сирос, ваша карточка, ваши деньги Просыпайся, начни день с нутеллы По утрам свежий хлеб и нутелла Новый сил и заряд нутелла для тебя Молоко и орехи, нутелла Для здоровья полезна, нутелла Будь сильней и умней с нутеллой Энергия Энергия каждый день Еще раз здравствуйте, как уже было сказано на канале НТВ Самое престижное футбольное соревнование в Европе среди клубов Только что на ваших экранах был Валерий Лобановский Прославленный, советский, а теперь украинский тренер Который сейчас занимает пост главного тренера командой Динамо Киев Чемпиона Украины, уже бессменного на протяжении нескольких последних лет чемпиона этой страны И телеканал НТВ начинает трансляцию из Голландии, из города Эйнтховен Где в первом матче в Лиге чемпионов в группе С встречается местная команда Эйнтховен Или ПСВ Эйнтховен, как ее принято называть Это название идет от концерна «Филипс», который уже очень давно является главным спонсором футбольного клуба И киевская «Динамо» Еще раз добрый вечер для тех, кто смотрит нашу трансляцию на канале НТВ И добрый день для тех, кто увидит ее в записи на следующий день на канале НТВ+. Один из работников стадиона на ваших экранах Вообще стадион переполнен, вмещает он 30 024 зрителя По крайней мере так указано в официальной заявке голландского клуба на Лигу чемпионов Что ж, пунктуальности голландцев можно только позавидовать Команды выходят на поле и сразу представлю вам составы, в которых они сегодня будут играть По традиции начнем с гостей, с киевского «Динамо» Но еще и потому следует начать с них, что киевская «Динамо» все-таки не совсем чужая нам команда Это чемпион Украины До сих пор многие в России считают, что нельзя разделять футбол в странах СНГ И все равно считают всех представителей СНГ своими Итак, состав киевского «Динамо» Первый номер Александр Шавковский Четвертый Александр Головко Пятый Владислав Ващук Шестой Юрий Дмитрулин Восьмой Юрий Калитвинцев Девятый Виталий Косовский Десятый Андрей Шевченко Одиннадцатый Сергей Ребров Четырнадцатый Андрей Гусин Пятнадцатый Александр Хацкевич И двадцать второй Юрий Максимов Но я думаю, что все уже знают, что с прошлого года во всех европейских турнирах Все клубы обязаны выступать под постоянными номерами футболисты Поэтому и есть сегодня в составе игроки с номерами четырнадцатым, пятнадцатым и даже двадцать вторым Состав Эйнтховена, тем более, что он на ваших экранах Двадцать третий номер Вратарь Рональд Ваттереус Третий Япстам Четвертый Стэн Вальпс Пятый Артур Нуман Шестой Вим Йонг Седьмой Желько Петрович Восьмой Филипп Каку Девятый Жиль де Бильде Одиннадцатый Будевайн Цейден Ценден, простите Пятнадцатый Марк де Грис И шестнадцатый Крис Ванденверде Вот состав Киевского Динамо Расстановка, хотя она, конечно, приблизительная И по этой расстановке вы уже можете судить о том В каком тяжелом положении находится Киевская Динамо В плане желтых карточек Шесть футболистов этого клуба Гусин, Дмитрулин, Хацкевич, Максимов, Шевченко и Калитвинцев Уже имеют желтые карточки А это значит, что если сегодня кто-то из них будет предупрежден То следующий матч он пропустит Обслуживать сегодняшний матч будет Бригада арбитров из Норвегии Руна Педерсон и Два его ассистента, линейных судьи Торе Оланд и Ола Бьернса Руна Педерсон Очень интересный арбитр Любопытная у него биография По ходу матча я о ней расскажу Сейчас лишь один факт Это не первый случай, когда Руна Педерсон Судит Киевская Динамо в Лиге Чемпиона В сезоне 94-95 года, когда Киевская Динамо играла со Спартаком в одной группе Я думаю, что многие помнят Даже как закончились тогда матчи В Киеве 3-2 играла Динамо А в Москве 1-0 Спартак Так вот, московский матч и обслуживал Руна Педерсон Главный судья из Норвегии Это вообще в Европе считается хорошим Фактом, когда главный арбитр Из скандинавских стран Или из государства, входящего в Великобританию Потому что эти судьи считаются лучшими Лучшими даже не в том плане, что они не ошибаются Ошибаются все арбитры иногда Просто у судей из Скандинавии и Великобритании Репутация наиболее последовательных арбитров К тому же они дают играть практически всегда Да, тут есть только одно исключение Датчанин Ким Мильтон Нильсон Который в каждой игре не меньше 10 желтых карточек показывает Ну, хватит, наверное, о Руне Педерсоне По ходу игры мы не раз к нему вернемся Будем надеяться, правда, что не придется говорить о нем В каких-то негативных тонах Это Марк Дегрис был на ваших экранах Не случайно Это одна из главных надежд Тейнховена в сегодняшнем матче Марк Дегрис Опытнейший футболист 32 года ему Выступал он в своей карьере за Брюгге Андерлехт и английский клуб Шеффилд Уэнсдэй Один сезон провел в Англии Дегрис 34 матча сыграл, 8 мячей забил Первый свисток Руне Педерсона Игра началась Телеканал МТВ и комментатор Алексей Андронов Начинают уже, собственно говоря, трансляцию о матче Ну, естественно, что в первые минут 10-15, наверное, будет разведка Небольшая, потому что Не до конца, наверное, представляют возможности соперников Футболисты Немножко непонятно у нас такое произошло Даже нельзя назвать это сбоем картинки Весьма странное включение Ну, что ж, может быть, где-то просто замкнуло провода Потому что вы, наверное, догадались по форме, что это были не киевляне и не Индховен Мелькнул на экранах Хенрик Варсон Шведский футболист Вот единственная связь с Голландией, потому что он в ней выступал Мы возвращаемся на стадион Филлипс И я продолжу свою мысль Не очень хорошо, наверное, представляют возможности друг друга соперники Особенно футболисты Индховена Дальний удар, первый удар поворотом Александра Шавковского Наносил его Вим Йонг Нам показывает Артура Нумана Футболиста, который начал эту комбинацию Дело в том, что второй тренер Индховена Франк Арнесен присутствовал на последнем матче Киевского Динамо в чемпионате Украины Динамо выиграла со счетом 4-0 у команды Прикарпати И сам этот факт, он, в общем, неудивительный И особого внимания, наверное, даже не достоин Киевская Динамо наголову сильнее практически всех украинских команд И сообщения об очередной победе, они уже воспринимаются как должное Но Арнесена, уровень игры, показанный киевским Динамо, просто потряс Приехав в Голландию, Арнесен дал несколько интервью Суть которых сводилась к следующему тезису Киевская Динамо играет так же здорово, как и в середине 70-х и в середине 80-х Когда этот клуб выигрывал Кубок обладателей Кубка Может быть, сегодняшняя игра поможет нам понять, прав ли Франк Арнесен Потому что у российских любителей футбола, я думаю, все-таки обрывочное представление о силе киевского Динамо И не в последнюю очередь это представление основывается на личности Валерия Лобановского Бытует мнение, что у Валерия Лобановского слабых команд просто не бывает Первая минута Инховен пытается перевести игру на половину поля киевлян Пытается обосноваться, застолбить территорию за собой Ну территориальное преимущество, что оно может дать? Ясно, что Инховен будет владеть инициативой сегодня Киевляне, наверное, будут на контратаках играть Все-таки они гости На весы Андрей Гусин, пожалуй, что зря сейчас он Выпрыгивал, мне показалось, что Гусин коснулся этого мяча головой Но нет, с мячом уже Юрий Дмитрулин Это значит, что киевляне вводят мяч в игру А ушел он за боковую линию от футболиста Инховена На кого сегодня следует обратить особое внимание в составах команд? В первую очередь это у голландцев Марк Дегрис Я о нем уже сказал Шестой номер Вим Йонг У Дегриса номер 15 Восьмой Филипп Каку Вот, пожалуй, три лидера сегодняшнего Инховена Которые могут себя проявить и доставить большие неприятности киевской команде У киевлян очень ровный состав Еще один повод поговорить о Валерии Лобановском Он вообще считает, что команда должна строиться не вокруг какой-то одной конкретной звезды А с тем расчетом, чтобы любой футболист мог одинаково успешно играть на любой позиции Это не значит, что нападающий должен половину суженно проводить в защите Но вот иногда складываются ситуации, когда приходится менять обо игрокам И они должны это делать безболезненно для уровня игры команды Но я думаю, что любители футбола сразу поняли, что основное внимание Футболисту под восьмым номером, который сейчас с мячом и стремится в атаку Это Юрий Калитвинцев Пожалуй, наиболее известный в России игрок из нынешнего состава Киевского Динамо Известный по той простой причине, что он в России выступал Играл за ротор, за московское Динамо, за нижегородский локомотив И, к сожалению, талант Калитвинцева оказался невостребованным в России Теперь он капитан Киевского Динамо и ключевой игрок сборной Украины Первая атака киевлян весьма смелая Потому что был навес в направлении Андрея Шевченко А навесами очень сложно будет киевлянам сегодня играть Поскольку два центральных защитника Инховена Яп Стам и Стэн Валькс, полное имя его Станислаус Они очень высокого роста Стам 191 см, Валькс 194 см Правда, вот этот защитник имеет странный вес для такого роста Всего 77 кг Когда будет крупный план, мы посмотрим на Валькса Предполагаю, что это очень худой человек Так или иначе, головой с ними будет бороться тяжело Вне зависимости от плотности телосложения Стэна Валькса Какой вывод можно сделать уже по истечении 5 минут? Киевляне совсем не боятся Инховена, это видно Ну, удивительно было бы, если в команду Валерия Лобановского вообще кого-то боялось Я думаю, что не для того Валерий Лобановский вывел свой клуб в Лиге Чемпионов, чтобы там всем проиграть Хотя группа у киевлян очень и очень сложная В группе С еще играют Ньюкасл и Барселона Сегодня они между собой встречаются в Англии на стадионе Сент-Джеймс Парк И по тому, как будут развиваться события, как будет поступать информация, я постараюсь вас с ней знакомить Нарушены правила Вим Йонг Сбил Андрея Гусина Я сказал о высокорослых футболистах Инховена Но Йонг тоже, в общем, не маленький футболист, 184 сантиметра его рост Но и у киевлян есть те, кто могут побороться на втором этаже Кто может забить головой И вот Андрей Гусин как раз один из этих игроков Хотя в целом, повторюсь, да я думаю, вы это видите на экранах Инховен имеет, конечно, преимущество в росте значительное Владислав Ващук был с мячом Он играет на позиции последнего защитника на месте Либера И от его действий сегодня очень многое будет зависеть Уверенность или неуверенность Ващука В зависимости от того, как пойдет дело Наверняка передастся полевым футболистам Косовский пасует назад Своему галкиперу Александру Шавковскому Шавковский еще молод, в общем-то, для вратаря 22 года его всего Но уже имеет он значительный опыт Провел все 8 игр в Лиге Чемпионов в 1994-1995 году Когда киевляне были в одной группе С московским Спартаком Баварией и Парисом Жерман Но в Лиге Чемпионов, естественно, 6 матчей Шавковский сыграл, а 2 еще на предварительном этапе Теперь уже нарушены правила Нарушили правила киевляне Будовейна Цендена они сбили Штрафной, пока сложно сказать, насколько он будет опасным Пытались быстро разыграть голландца Штрафной удар Руны Педерсон останавливает игру И четким жестом показывает, что он не разрешает Производить удар до свистка А штрафной-то достаточно опасный Метров 20-22 до ворот У мяча Вин Йонг По тому, как он расположился Похоже, что голландцы будут разыгрывать штрафной удар Первая серьезная угроза воротам Александра Шавковского 22-летнего голкипера Удар Мимо ворот пролетает мяч Бил поворотом Япстам Защитник Ему 25 лет 9 матчей он провел за сборную своей страны За сборную Голландии И забил один гол Вообще, легионеров много в Энховене Поэтому я все время буду уточнять Говоря о том, сколько матчей тот или иной футболист провел за свою национальную сборную Буду говорить, за какую именно Ну, на поле не очень много иностранных футболистов Желька Петрович Жиль де Бильде И Марк де Грис Но есть в запасе еще Георг Кох Люк Милес Томек Иван и Петер Меллер Дик Адвокат Главный тренер Энховена Вим Йонг с мячом Неторопливо, пока разыграют мяч Голландцы Не спешат, они обрушат шквал Атак на ворота киевлян Мне кажется, что если уж кто, кого и боится Так скорее голландцы побаиваются украинского чемпиона Неужели действительно Франк Арнесен был настолько потрясен игрой киевского Динамо в матче с Прикарпатьем Что вот это его настрой передался футболистам Калитвинцев Красивую передачу сделал Гусину А тот немножко затянул Быстрее надо было освобождаться от мяча Дмитрулин Максимов Хорошо уходит Максимов от Артура Нумана А вот передача на Реброва не прошла Голландский клуб Эйнховен 13-ти кратный чемпион своей страны Ну, нельзя сказать, что это самая прославленная команда в Голландии Самая-то знаменитая на весь мир Это, конечно, амстердамский Аякс 10 минут сыграно уже в матче Пока 0-0 Ничего удивительного я не вижу в таком развитии событий Все-таки первая игра в Лиге чемпионов Еще нужно освоиться в турнире Посмотреть на соперника А потом уже активную игру начать Не добрался на мяча сейчас Жиль де Бильде В последний момент его выпустил За спину себе Владислав Ващук Так вот нельзя играть защитнику Ващук концентрировался на мяче полностью А де Бильде выскочил у него из-за спины И не окажись таким проворным Голкипер киевлян Вполне мог огорчить сейчас Валерия Лобановского И всю Украину Жиль де Бильде Так вот самая прославленная голландская команда Конечно, Аякс Но, тем не менее, Индховен тоже имеет на своем счету Победу в Кубке чемпионов Тогда еще, в 1988 году Лиги чемпионов не было Был просто Кубок чемпионов И выиграл его Индховен И вообще прослеживается такая любопытная деталь В выступлениях команды ПСВ Индховен в европейских турнирах клубных В 1978 году Индховен выиграл Кубок УФА Через 10 лет Кубок чемпионов Нынешняя Лига чемпионов закончится в 1998 году То есть опять через 10 лет после победы Такое сочетание цифр лет и времени Дает возможность голландцам строить оптимистичные прогнозы Хотя, конечно, будет им очень тяжело Потому что главным фаворитом Группой считается испанская Барселона Де Бильде безадресную передачу совершенно сделал Не понял его Марк Дегрис Он ждал поперек паса А Де Бильде сделал проникающую передачу в штрафную И Дегрис за этим мячом просто не пошел А я напомню пока систему розыгрыша Лиги чемпионов Она изменилась в этом году Впервые допущены не только чемпионы В турниру, кстати, в группе, где играют Энховен и Киевская Динамо Вот эти две команды, они-то выиграли свои чемпионаты А вот Ньюкасл и Барселона финишировали вторыми И попали в Лигу чемпионов только благодаря хорошему рейтингу своих стран Так вот теперь 30... Простите, 24 команды участвуют в Лиге чемпионов 6 групп напрямую в плей-офф, который начнется весной Попадают только победители групп А две остальных команды Это будут две команды из шести Которые займут второе место в своих группах Те две команды, которые будут иметь лучшие показатели Первый итог такой системы, наверное, ясен Теперь в Лиге чемпионов не будет проходных матчей Потому что второе место не будет гарантировать Выхода в дальнейшую стадию турнира Так было раньше Когда попадалась неровная по составу группа Что-то много ошибок совершают голландцы пока Ошибок в передачах Халатно немножко играют Киевляне-то по собраннее смотрятся Калитвинцев Передача вперед и уже идет чужим воротом Защитник Ващук Вот она система Лобановского в действии Защитник оказался сейчас на месте практически нападающего Максимов Пытался забросить снова мяч в штрафную Не получилось это у него А вот сейчас Киевляне выиграли борьбу за мяч Андрей Шевченко упускает Упускает возможность создать острый момент Андрей Шевченко Буквально вчера по каналам агентства и Тартас Было распространено сообщение о том, что Итальянский Милан предложил киевскому Динамо 17 миллионов долларов за Андрея Шевченко Но Григорий Суркис, президент Киевлян отказал Причем выдвинул в качестве мотивировки Такого решения своего Все возможные аргументы То, что Шевченко еще молод То, что он не реализовал себя полностью в Динамо И в сборной Украины, кстати И, наконец, последний аргумент Что просто некем заменить Шевченко В Динамо И вот с этим тезисом спорить невозможно Действительно, Андрей Шевченко Один из самых талантливых игроков на Украине По опросу футболистов Он был признан лучшим игроком Украины Прошлого сезона И воспитанник это киевского Динамо 20 лет ему Правда, уже Меньше, чем через две недели 29 сентября 21 год исполнится Андрею Шевченко Ну, не тот еще возраст, наверное, чтобы ехать в Милан Смело играют киевляне у своих ворот Много коротких передач делают Назад, вперед, поперек Как угодно Совсем не опасаются потерять мяч Наверное, в первую очередь это происходит Потому что не проявляют должной активности Пока игроки Индховена Они не прессингуют динамовцев А только обозначают борьбу Так вот, теперь в этом розыгрыше второе место уже не даст Автоматического выхода Следующий этап турнира Поэтому все клубы будут обязаны играть на победу В каждом практически матче Даже безусловные фавориты Калитвинцев На своем месте сейчас оказался Юрий Калитвинцев В предматчевой расстановке Он значился на правом фланге На самом деле Калитвинцев играет слева Капитан киевского Динамо Очень талантливый игрок 29 лет Калитвинцу И, на мой взгляд, он сейчас лучший период в своей карьере Переживает, может быть, такой же Какой был у него в Нижегородском локомотиве В 1994 году Когда Калитвинцев по опросу По оценкам, простите, газеты Спорт-экспресс Был признан лучшим игроком России Уже на следующий год Юрий перебрался на Украину И там уже без всяких оценок Без всяких журналистов Без всяких газет Просто был признан лучшим игроком Украины И начал выступать за национальную сборную этой страны На счету Калитвинцева 15 игр И один гол в составе сборной В ворота команды Хорватии Не самого слабого, согласитесь, соперника Валькс Вот он, Стэн Валькс О росте и весе которого я долго рассказывал И действительно худощавый человек Не идут вперед защитники голландского клуба Практически все время они сохраняют позицию Ромбом выстраиваются И не спешат идти вперед Честно говоря, меня это удивляет Потому что Эйнховен однозначно считается фаворитом По крайней мере в Европе в этом матче В России и на Украине могут думать все, что угодно Но сейчас уровень голландского и украинского футбола различен Тем более Эйнховен играет дома Более чем странно такая модель игры, которую выбрал Дик Адвокат Неторопливая, спокойная позиционная игра в расчете может быть на ошибки киевлян Петрович проиграл в который раз уже борьбу на своем фланге Максимов спокойно откатывает мяч назад И Ващук длинную передачу делает вперед Шевченко в окружении трех Защитников Эйнховена И четвертый еще был вдалеке На левом фланге Вот он сейчас с мячом Это Артур Нуман Вот опасный момент Поворот Шавховского Но Дебильде не справился с мячом С длинной передачей Не смог остановить мяч И В последний момент Из-под ног у него Андрей Гусин этот мяч выбил Киевлян очень плотная расстановка Игроков вообще анализировать сложно Потому что Все время меняются местами футболисты Но Делится она на четыре линии практически Шавховский Правильно делает Не ловит мяч Много футболистов рядом с ним было И Шавховский Благо рост ему позволяет Кулаком выбивает мяч в поле Опасно Великолепно играет вратарь Сейчас зазевались защитники киевского Динамо И смотрите как сразу оживились трибунки Вим Йонг Смотрим повтор Наносил удар с очень хорошей позиции И блестяще играет Александр Шавховский Браво вратарь Первый выпад Эйнтховена Ничем не заканчивается Я должен признать Что есть логика в этой тактике Дика Адвоката Усыпили немножко киевлян голландцы И сейчас не доследил за С которыми мне доводилось общаться Говорят Головко Будем так говорить и мы Нарушены правила Ну что ж, первое предупреждение Да, поворачивается спиной Игрок киевского Динамо Пока непонятно только кто это Потому что спиной этот футболист Никак не развернется к нам А это тот самый Александр Головко О котором мы только что говорили Первая желтая карточка На 20-й минуте игры Получает ее Александр Головко Но ничего страшного пока нет Потому что Головко Не имел еще предупреждений На своем счету Это у него первая карточка в турнире Сам факт Вот этого нарушения правил Он говорит о многом Головко заработал карточку На чужой половине поля Атакуя защитника Эйнтховена Который владел мечом Прессингуют киевляне По крайней мере уж точно Они играют пока смелее Раскованнее И не боятся ошибиться Хотя уже один раз это сделали Один раз не уследили за Йонком И 2-2 это не привело к беде Ватареус Стам Как спокойно играют Голландские защитники Ни одного ускорения я еще не видел Может быть и немного старомодной кажется Такая манера ведения игры Но если она приносит результат Спорить бесполезно Красиво Филипп Коку Пробросил мяч мимо Ващука Но на этом атака и заглохла Снова Ващук Прерывает наступление игроков Эйнтховена Навес Очень далеко Даже если бы Жиль де Бильде был на ходулях Он бы этот мяч не достал Так только посмотрел бельгийский футболист Как над его головой Метрах 7 наверное над ним Мяч пролетает Нам показывают подкат Юрия Калитвинцева И еще одна желтая карточка Мне показалось что в последний момент Калитвинцев убрал все-таки ноги И не было уж такого контакта у него серьезного С голландским игроком Но Руне Педерсон рассудил по-своему Хотя сам момент предъявления желтой карточки Оказался вне поля нашего зрения Вне телевизионных камер Это уже дурное происшествие Для киевского Динамо Юрий Калитвинцев пропустит следующий матч Потому что он уже был предупрежден в этом турнире Шевченко Вот он Андрей Шевченко Футболист который по оценке Милана Стоит 17 миллионов долларов сейчас Гусин Идет вперед Пока неплохо контролирует мяч киевляне Но спокойной какой-то игры нет у них вблизи Штрафной Интховена Калитвинцев Задумано было здорово Но разгадал намерение Юрия Калитвинцева Защитника Интховена Ващук Как активно идет этот защитник в атаку Все время Можно уже сделать ему передачу Передержал мяч Александр Хацкевич Белорусский легионер Единственный кстати легионер Который сейчас на поле у киевлян Диагональный пас Не получилось А позиция была хорошая Позиция у Сергея Реброва Чтобы завершить эту атаку Второй белорусский игрок Валентин Белькевич Сегодня в запасе Находится Ну и сразу вам представлю запасных Киевского Динамо Благо там тоже Достаточно известные Игроки Вратарь Вячеслав Кернозенко Сергей Бежинар Виталий Самойлов Дмитрий Михайленко Александр Радченко Валентин Белькевич И Николай Волосянко Николай которого Во всех официальных документах В заявке Киевского Динамо На Лигу Чемпионов Например именуют Микола Волосянко Я думаю что украинские любители футбола Меня простят Если я буду говорить не Микола А Николай И не Дмитро Михайленко А Дмитрий Михайленко Ребров наносил удар Поворотом Мейнховена Мяч ушел выше ворот Рональда Ватареуса Сергей Ребров Лучший игрок Украины Прошлого года Я говорил о том Что Шевченко стал лучшим По опросу футболистов А вот Ребров Официально признан был Лучшим игроком Украины в прошлом году Автор победного мяча В ворота Мостовского Спартака В киевской игре Опасная атака Здорово играет в подкате Защитник киевского Динамо Помешал он Марку Дегрису Это по-моему был Вездесущий Ващук снова Да Но Дегрис сам виноват Очень долго он решал Что ему делать Бить поворотом Или передачу отдать Партнер-то рядом был В лучшей позиции Жиль де Бильде Два бельгийца Не разобрались тут между собой Атака была опасной Йонг подает угловой Снова Рассыпается оборона Динамо И Беспрепятственно Жиль де Бильде Бьет головой Хорошо еще что не точно К сожалению нет в этом году В Лиге чемпионов Российского представителя Как не было и в прошлом В прошлом сезоне Владикавказская Алания Уступила по сумме Двух матчей Шотландскому клубу Глазго Рейнджерс Проигравшему в своем поле С невероятным счетом 2-7 А в этом году Московский Спартак Не смог взять Весьма скромный барьер В лице словацкого клуба Кошице И теперь Спартак играет В Кубке Уэфа Кстати вчера одержал победу Над швейцарским Сьоном Со счетом 1-0 В гостях Единственный мяч забил Валерий Кеченов Также победу одержал Волгоградский Ротор Над шведским клубом Эребру А вот Алания Проиграла в гостях Венгерскому МТК 0-3 Еще одно нарушение правил И боюсь сейчас Третья желтая карточка Будет показана Виталий Косовский С интересной биографией Этот футболист И такой неоднозначной Виталий Косовский Забил гол в матче С Панатинайкосом В Лиге чемпионов 95-96 года Когда киевляне были Дисквалифицированы Проведя один единственный матч Дисквалифицированы Ну По официальным документам За попытку Подкупа Испанского судьи Антонио Лопесенгета Правда я думаю Никто об этой истории Никогда уже не узнает Но через год Суэфа снял дисквалификацию С киевлян Сочтя ситуацию Весьма туманной И неоднозначной Для выноса Такого жестокого решения Убегает Убегает от защитников Андрей Шевченко Хороший момент Поторопился Поторопился Андрей Шевченко Не знаю Что ли Испугался он Идти дальше На руде Ватареуса Первый раз Ушли защитники Дховина в атаку Ушли на подачу Углового И Пропустили Контр Выпад Киевского Динамо И Андрей Шевченко Мог идти дальше Мог обыгрывать Вратаря Он решил пробить Удар не получился Мало того Что он был не опасным Сам по себе По той позиции В которой был Шевченко Он еще и не получился Сам удар Но зубы Киевляне показали Это очень важно Поставили себя Если можно так выразиться На поле стадиона Филлипс Калитвинцев Тонкая передача была И если бы Касовский Ускорился Он был бы первым У этого мяча Йонг Отыгрывает мяч назад Часто это делают Голландцы Шевченко Можно идти самому Вперед Но теперь надо было Сделать пас Не заметил Шевченко Как забежал За спину Япустаму Сергей Ребров Его партнер По атаке Активизировались Киевляне В середине Первого тайма Но освоились уже Наверное И повторю Я уверен Что Валерий Лобановский Не для того Вышел в Лигу чемпионов Чтобы проигрывать там Пусть и Ирховену Пусть и на его поле Кстати в интервью Перед матчем С Ирховеном Валерий Лобановский Очень спокойно И очень внятно Высказался На тему Турнирных перспектив Киевского Динамо На вопрос о том Какие цели Ставит украинский Чемпион Валерий Лобановский Дословно сказал так Цель у нас всегда Одна В любом турнире Диктуется она Философией Футбольного клуба Динамо Киев И цель эта Определяется Весьма просто Максимальный результат Дебильда Хорошо перевел Сейчас игру На левый фланг Но долго там Обрабатывает мяч Филипп Коку Все-таки Как бы не довело Это до беды Вот эти передачи Назад в исполнении Киевских защитников Сейчас непонятно Зачем Максимов Отбросил мяч назад И уже Вроде бы Овладели киевляне Мячом И тут же его потеряли Во щуп Вот этот защитник Играет В первую очередь Надежно Может быть и эффективнее Действие Максимова В том случае Если удастся Разыграть комбинацию Начать атаку Еще у своей штрафной Но Гораздо надежнее Вот такой вынос мяча Во щупом Подача в штрафную Там Александр Шавковский И сразу вот Говоря о надежности Можно вспомнить Защитника сборной Еще СССР Андрея Чернышева И Вспомнить слова Станислава Черчесова Вратаря сборной России Когда-то сказанные О Чернышеве О том, что если Была хоть малейшая Угроза Воротам Черчесова Относилось Это к тому периоду Когда Чернышев Играл в московском Спартаке То защитник Спокойно Выбивал мяч на трибуны И очень долго Его там еще искали Так далеко Чернышев Отправлял мяч Может быть Может быть Это не вполне Вяжется С теорией Современного футбола О том, что защитники Должны начинать Атаки Должны В них участвовать Но зато Это было Максимально надежно Нарушенные правила Во время работы Лобановского На Ближнем Востоке В Кувейте И в Объединенных Арабских Эмиратах Калитвинцев Нетипичный сейчас Был эпизод От Калитвинцева Мяч отскочил Редко такое С ним случается Это техничный игрок Стам с мячом У меня такое впечатление Создается, что Защитники Инховена накануне Как минимум Разгружали поезд Настолько медленно Они двигаются И нехотя Пошел вперед Артур Нуман Недалеко прошел Ну и киевлянам Надо побыстрее играть Очень долго Мяч с ноги на ногу Перекладывал Хацкевич Ребров Может получиться Хорошая атака Калитвинцев Пробрасывает мяч И нарушены правила Снова Артур Нуман Снова не успел Снова проиграл Свой эпизод Какими-то усталыми Выглядят Игроки Обороны Инховена Я об этом так часто говорю Потому что это просто Бросается в глаза Штрафной Отсюда, наверное, будут Навешивать мяч Футболисты Киевского Динамо Сейчас мы посмотрим Кто чего стоит в игре Головой И вот он Первый гол Юрий Максимов Футболист Которого я называл В числе тех Кто может побороться С игроками Инховена На втором этаже Опережает всех Защитников И вколачивает мяч В ворота Рональда Ваттерреуса 1-0 На 32-й минуте Киевская Динамо Открывает счет Какую классную передачу Сделал Калитвинцев Наигранная Чувствуется Эта комбинация Ведь когда Наносил удар Калитвинцев Еще не было Юрия Максимова В той зоне Он прибежал туда Прибежал Пробил головой И открыл счет 33-я минута Юрий Максимов 1-0 Ну что ж Ждал ли кто-нибудь Такого развития событий Может быть До начала игры И Никто не мог Предположить Что киевляне Победут в счете Но по тому как матч развивается Это выглядит совершенно логично Потому что Практически все проигрывают Защитники голландского клуба Как только киевляне Чуть-чуть взвинчивают тем Сразу оборона Инховена разваливается Филипп Коку На ваших экранах Надежда Инховена Но если Дегрис Дебильде Это тоже все надежды Но уже Дегрис в солидном возрасте Находится 32 года ему То Филиппу Коку И Дебильде 26 лет Поэтому На них наверное Особенно пристально смотрят Потому что за ними будущее За Дегрисом Может быть Только настоящее Йонг Увидел Йонг рывок Своего партнера Уже много Уже много было Вот этих прострельных передач С левого фланга Там активен очень Будовейн Цендан Но как правило Все эти подачи Не приводят К острым моментам Да и вообще Два острых момента У ворот Шавковского Случились только потому Что Невнимательны были Защитники Киевского Динамо 35-я минута Идет Первого тайма 1-0 Киевляне впереди 11-й мяч 2 минуты назад Забил Юрий Максимов Дебильде Обыграл защитника Показывает Руна Педерсон Чтобы вставал Бельгийский нападающий Я с ним согласен Никакого нарушения Там не было Максимов Технично играет Максимов Ващук Длинный пас Вперед на выход Андрей Шевченко Но того опережает Стэн Вальц И Назад Вальцу Йонг Дебильде Ждет партнеров Джиль Дебильде Коку Петрович Со всех сторон Сейчас окружили Штрафной киевлян Футболиста Индховена Толку-то никакого От этого нет Передача в исполнении Петровича Была безадресной И не на что было Рассчитывать В этой атаке Индховену Максимов Как спокойно Играют киевляне Спокойно Надежно И в то же время Остро 1-0 1-0 Киевская Динамо Выигрывает В своем первом матче В Лиге чемпионов У голландского Эйнховена Выносит мяч вперед Плащук Плащук Повторяю Совершенно логичный Счет пока И мне очень нравится Как играет Динамо Потому что Четкая система Просматривается В действиях Этого клуба И дело даже не в том Что Динамо Сейчас выигрывает Как любит говорить Валерий Лобановский Главное это игра Которую показывает команда А результат он придет Если игра будет Соответствующей Так вот игра Киевлян просто радует глаз Мечится мяч По штрафной Киевлян Никак не могут его Оттуда выбить Чемпионы Украины И снова Вот эти стеночки Перед Своей штрафной Передача Заблокировали Его Просматривается Четкая система Логично Абсолютно логичная Игра Киевского Динамо Каждый маневр Подчинен Командным интересам Движение Любого футболиста Но эту Черту В игре Киевского Динамо Отмечали уже После матча И квалификационного Турнира С валийским Барри Тауном А потом и С датским Бронбио Я напомню Что киевляне Не сразу попали В лигу чемпионов Они еще Отбор проходили Барри Таун Был повержен Более чем убедительно 2-0 и 4-0 А вот с датчанами Так легко Не получилось Первую игру Киевляне на выезде Выиграли 4-2 Потом у себя дома Неожиданно уступили 0-1 И тогда-то Зародились первые Сомнения Правильности Действия Лобановского И в том что Удастся ему создать Боеспособную команду На европейском уровне Но Украине-то Нет конкурентов У киевского Динамо И нет конкурентов На территории СНГ Я уверен что Российским тренерам Не понравится Такое заявление Но говорят Факты Здесь я ничуть не преувеличиваю Киевская Динамо На Кубке Чемпионов Содружества Дважды Последовательно Обыграла Двух разных Чемпионов России Я думаю что Вопросов По силе Украинского футбола Теперь быть не может Ну и Результаты показывают Национальные сборные Они тоже говорят Сами за себя Еще одно предупреждение Сбит Филипп Хаку Подзывает Руна Педерсон К себе Юрия Максимова Еще одна желтая карточка Юрий Максимов Тоже пропустит он Следующий матч На повторе Мы смотрим что было А Максимов решил Что просто поторопились Футболиста Инховена Штрафной разыграть И зацепил Ку-Ку Которому был адресован мяч Ну что ж Поторопился Теперь штрафной ближе Метрах В трех наверное От линии штрафной Калитвинцев Помогает Александру Шавковскому Строить стенку Это опасно Мим Йонг Умечает Сейчас наверное Прямой удар Будет поворотом Замерли Я думаю сейчас Все поклонники Киевского Динамо Разбегается Йонг Удар И счет Становится 1-1 Мим Йонг Шестой номер Полузащитника Инховена Если я не ошибаюсь То на 40-й минуте Сравнивает счет В этом матче Ну Шавковский Мог бы и прыгнуть Вообще-то Не хочу я винить Вратаря В этом Пропущенном мяче Страфной опасный И к тому же мяч Сквозь стенку Пролетел В первую очередь Вина тут на футболистах Которые в этой стенке Стояли Но Сильным был удар Йонга Но не настолько сильным Чтобы не было У Шавковского Шансов его отразить 40-ая минута 1-1 Мим Йонг Опытный очень игрок Наступал он за свою карьеру В Болиндаме А Яксе Миланском Интере Кстати выиграл с Интером Кубок Уэфа В свое время и Была такая пикантная ситуация В Миланском Интере Тех времен Связана она была с Йонгом И российским игроком Игорем Шалимовым Все время ходила информация О том что в контракте У другого легионера Интера Тогдашнего Денниса Беркомпа Был пункт о том что Йонг Обязательно должен играть в основе И поэтому собственно говоря Шалимов в состав не попадал Потому что еще один легионер Интера Рубен Соса Уругвайский нападающий Тогда был вне конкуренции Сбили Косовского Так это было или нет Я думаю никто кроме Беркомпа и Йонга не знает Но Должен сказать что По крайней мере Никогда Йонг Не смотрелся слабее Шалимова на поле Нисколько не умоляю Заслуг нашего легионера Который действительно Тогда в хорошей форме Находился и много Помогал Интеру Можно только посочувствовать ему Потому что тогда еще Не было решений по делу Басмана И только три легионера Могли выходить на поле Одновременно Навес Центона В потрясающем прыжке В шпагате прерывает эту передачу Александр Головко Гол как допинг Подействовал на игроков Эйнховена Как они увеличили скорости Сразу Ну и Естественно стали ошибаться Киевляне Которые за полчаса Привыкли к совершенно другой Игре в исполнении Голландского чемпиона Несколько неприятных слов Сейчас Марк Дегрис Сказал Руне Федерсону Шевченко Не хватает широты В атаке киевлянам Потому что смотрите Где находится крайний полузащитник Вот в этой точке Мяч должен был быть Секунд пять назад Наверное Тогда атака была бы острой Нарушает правила Будовейн Ценден Страфной И еще одна возможность У киевлян Отсюда тоже Скорее всего будет навес И скорее всего Навес будет исполнять Юрий Калитвинцев И в России его называли Маэстро Штрафных и угловых И на Украине Также обстоят дела Дирижирует партнерами Расположившимися В штрафной Калитвинцев Навес Подбирался к мячу Гусин Но в последний момент Опередил его Защитник Эйнховена Дик адвокат Судя по выражению его лица Он не вполне удовлетворен Тем как развиваются события А это Рональд Баттереус 27-летний братарь Кстати, немножко удивителен Тот факт, что Баттереус Защищает ворота Потому что Казалось уже, что место В основном составе Себе забронировал Немец Георг Кох В прошлом сезоне Игравший за Дюссельдорфскую фортуну Вместе с Юраном и Добровольским Кох покинул фортуну После того, как она вылетела Кстати, сразу 15 человек Ушло из этого клуба И казалось, что он будет Основным вратарем Эйнховена Но, видимо, Дик адвокат решил, Что в матчах Лиги чемпионов Опыт выходит на первое место Поэтому предпочел Баттереуса Который старше И, естественно, опытнее Удар Ценда на метров с 20 3-24 Шавковский спокоен Он видел мяч Он контролировал полет мяча Видел, что тут уходил За линию 1-1 в первом тайме И пока Совершенно равная игра идет Я говорю о том, что игра киевлян Логична, монолитна Даже можно так сказать Предстают они каким-то целым Таким коллективом Где нет Ни одного солиста Где Все работают на благо команды Должен сказать комплименты В адрес Эйнховена Если это аритмия игровая Была запланирована Диком адвокатом То надо отдать ему честь Эйнховен взвинтил темп Другое дело, что, наверное, пропущенный мяч Заставил голландцев это сделать И когда возросли скорости Игра Эйнховена Смотрится уже получше Такое впечатление было, что Может быть даже Недооценили Голландцы Киевская Динамо Поэтому так медленно Они играли Прежде всего в обороне Сейчас уже защитники Неотступно следуют И за Шевченко И за Ребровым И за Калитвинцевым Когда он близко к воротам играет Поэтому, кстати, Юрий Калитвинцев Вот сейчас он в центральном круге Стал так далеко назад Отходить Потому что он любит свободу Этот игрок Ему нужен простор А чем ближе Штрафной Рональда Ваттереуса Тем, естественно Меньше возможности У Калитвинцева Спокойно владеть мячом Это Александр Головко Истекает основное время Первого тайма Если и добавил Руна Педерсон То не думаю, что много Да, добавил он Всего 4 секунды После первого тайма 1-1 В матче Эйн Ковен Динамо Киев Эти голы забили Юрий Максимов И Вим Йон Ну а мы отдохнем И встретимся с вами Минут через пять Бедного начала И это определило Обоюдную осторожность Турецкие футболисты Чтобы не связываться С перепасом в центре поля Обходили жесткий немецкий прессинг Длинными передачами В свободные зоны И чаще других На острее выскакивал Хакан Шукюр Как в этом эпизоде Однако очень плотно И близко к своим защитникам Играл вратарь Клосс В итоге Передачи эти Оказывались все направленными В Молоков Боруссия предпочитала Длинный розыгрыш Обострение предпринимали В основном правый Хав Хайнрих А опытные форварды Пытались играть на опережение Что получалось не всегда В итоге ударов было мало Самопастую атаку Турки провели В концовке тайма Хакан снова вынырнул На свободное место Сделал диагональную передачу На Ильи А тот вместо дальнейшего Перевода на Папеску Решил пробить Вместо верного гола Ау Во втором тайме Правда Ильи перестал жадничать Идеально отпасовав справа Он вывел к воротам Хакана Но тот оторвавшись От опытного Жюльева Сезера Судоку ноги попал в штангу Болтасарай не использовал Свои моменты И как-то небанально прозвучит И исчерпал запас фарта Теперь ему пришла очередь ошибаться После того как Штеффен Клосс Элементарно вынес мяч в центр поля Кваркмас Бюллинд махнул ногой Мимо мяча И Стефан Шепьюза Вышел к воротам В гордом одиночестве В итоге Совершенно спокойно Разобравшись с защитниками Вертарем Швейцарский форвард Открыл счет И это на самом деле Принесло победу Боруссии А первым поздравил Его забитым голом Российский генерал Владимир Буд Голтасарай мог отыграться Георгий Хаджи Заработал штрафной В общем-то на ровном месте На самой своей любимой точке Однако в удар пришелся В перекладину Что в общем-то Выглядело закономерно Боруссия была сильнее Хотя и меньше атаковала 1-0 В победах Побыватель Кубка Чемпионов Года назад Сийская Динамо Играла с Бельгийским Андерлефтом Когда за него выступали И Нилес И Марк Дегрис Который сегодня на поле Проиграла тогда По сумме двух матчей Там 2-7 В первом матче 2-4 А во втором 0-3 И вот тогда Марк Дегрис и Люк Нилес 6 из 7 мячей Андерлефта забили В ворота Киевского Динамо Пока Нилес в запасе Дегрис Ничего особенного не показывает Поэтому это Не более чем исторический факт Пока Без всяких аналогий И являне выходят на второй тайм Были на ваших экранах Тренеры Киевского Динамо Валерий Лобановский Алексей Михайличенко Он сейчас тоже работает Тренером в Киеве Уходит в поле оркестр Все готово К началу второго тайма Руне Петерсон Главный арбитр Норвежский судья Уже в центральном круге И представлю вам составы В которых играют команды Киевская Динамо Первый номер Александр Шавковский Четвертый Александр Головко Пятый Владислав Ващук Шестой Юрий Дмитрулин Восьмой Юрий Калитвинцев Капитан киевлян Десятый Андрей Шевченко Девятый Виталий Косовский Одиннадцатый Сергей Ребров Четырнадцатый Андрей Гусин Пятнадцатый Александр Хацкевич И двадцать второй Юрий Максимов Ну Если и были замены В составе киевлян То сейчас мы разберемся Уже по ходу Второго тайма Эйнтховен В воротах Двадцать третий номер Рональд Ваттереус Третий Япстам Четвертый Стэн Валькс Пятый Артур Нуман Капитан Эйнтховена Шестой Вим Йонг Седьмой Желько Петрович Восьмой Филипп Коку Девятый Жиль де Бильде Одиннадцатый Будевейн Ценден Пятнадцатый Марк де Грис И шестнадцатый Крис Ван дер Верде У этого футболиста Вообще не было видно На поле В первом тайме После первого тайма Ничья 1-1 Авторы голов Юрий Максимов И Вин Йонг И я не сомневаюсь Что игра будет интересная Во втором тайме И не сомневаюсь В том что она Будет более быстрая Чем в первом Потому что Во-первых Исходя из турнирной формулы Лиги чемпионов Обе команды Должны играть на победу Косовский с мячом Сейчас закончится атака Киевлян И я продолжу навес Бьет в угол ворот Шевченко Нет это простите Это был Ребров И счет становится 2-1 В пользу Киевского Динамо Радуются Немногочисленные Украинские болельщики Какую прекрасную Передачу Сделал Виталий Косовский И Сергей Ребров Головой Вколачивает мяч В ворота Рональда Ваттериоса 2-1 Какое неожиданное Начало второго тайма Еще по-моему Даже Не отошли От перерыва Футболиста Инховена Иначе чем Можно объяснить Что они не уследили За Сергеем Ребровым В этой ситуации Опытнейшие защитники Япстам И Стэн Валькс Два центральных защитника Не досмотрели За Сергеем Ребровым И на 47-й минуте Счет становится 2-1 В пользу Киевлян Что же Это уже вдвойне Неожиданно Валькс Валькс Еще более удивительно Оба мяча Киевляне Головой Забили Хотя казалось бы У футболистов Эйнховена Должно быть преимущество В игре головой По той простой причине Что они выше роста В среднем Но пока все наоборот Рост Никак Не влияет на игру Две великолепные передачи Сделали Калитвинцев и Касовский Два великолепных удара Нанесли Максимов И Ребров 2-1 Киевляне Впереди Это приближает Чемпиона Украины Той цели Которую перед матчем Сформулировал Валерий Лобановский Цель Киевлян Максимальный результат В каждом конкретном матче И в каждом турнире И победа Особенно важна Любая победа В Лиге чемпионов Потому что Теперь не 4 уже группы А 6 И второе место Не дает Автоматического попадания В плей-офф В четвертьфинал Выходят напрямую Только победители групп Ценден Сильную сделал передачу Поперек штрафной Но никого там не было Не успели футболисты Инховена К этой передаче А из команд Которые занимают Вторые места В своих группах Займут по окончании Групповых турниров Я продолжаю рассказывать вам О системе розыгрыша Лиги чемпионов Только 2 лучших Из 6 Попадут в четвертьфинал Опасно Марк Дегрис 32 года Игрок сборной Бельгии 63 игры за сборную Бельгии И 23 мяча Забиты Марком Дегрисом Почти в каждом третьем матче Он отличается За свою национальную сборную Сейчас подправлял Так Дегрис Мяч в угол Мимо Александра Шавковского Но не попал даже в ворота Так вот поэтому Турнирная Ситуация Условия проведения турнира Уже обязывают Участников играть Только на победу И есть еще один факт О котором я уверен Уже знают футболисты И той и другой команды Сегодня естественно Проходит и вторая игра В этой группе В Англии На стадионе Сент-Джеймс Парк Нью-Кассел Принимает Барселону Кстати Самые интересные моменты Этого матча Вы увидите на канале НТВ Ну через каких-то 20-25 минут После окончания игры Энгховен Динамо Киев И Надеюсь что Не отобьет Мое сейчас сообщение Интерес у вас к матчу Нью-Кассел Барселона А может быть наоборот Даже подогреет Этот интерес После первого тайма Нью-Кассел там выигрывает Со счетом 2-0 Это значит что Если Закончилась бы в ничью игра Или закончится В Энгховене То уже Получает фору В два очка Английский клуб И я думаю что И Дик Адвокат И Валерий Лобановский Наверное сообщили Об этом в перерыве Футболистам И дали им установку Играть на победу Повторяю Самые интересные моменты Из матча Нью-Кассел Барселона А также из игры Ювентус Фея Норд Через полчаса Если округлять Скажу так После окончания Трансляции матча Энгховен Динамо Киев На канале НТВ И вообще теперь Лига чемпионов В течение трех лет Временами Отличный футбол Показывали киевляне Все это было На эмоциях В первую очередь На тех эмоциях Которые Саба Сообщал команде А сейчас видна система Видна логика Выстроил Валерий Лобановский Игру Киевского Динамо И даже более организованная Эта команда Чем Энгховен Это пока определенная Может быть где-то в классе В скорости Иногда уступают Скорости не общей Не скорости всей игры А в каких-то конкретных эпизодах Киевляне проигрывают Но в целом игра смотрится В их исполнении очень хорошо Недоволен сейчас Марк Дегрис Считает он Что все было по правилам А вот Линейный арбитр Решил что Дегрис Находился в офсайде Это Жиль де Бильде Футболист который Передачу ему сделал Главой И неприятный кстати Это эпизод Я думаю что сейчас Конечно сконцентрируется Александр Шасковский Все началось с того Что он неудачный мяч От ворот выбил По прежнему Как и в первом тайме Неохотно идут вперед Защитники Энгховена Я говорил о том Что может быть Они побаиваются Киевлян Потому что Франк Арнесен Второй тренер Энгховена Был просто очарован Игрой киевского Динамо И сделал параллели С 70-ми и 80-ми годами Кстати это не первая Встреча Энгховена И киевского Динамо В европейских кубках Сейчас я продолжу Марк Дегрис Покидает поле 32-летний игрок В сборной Бельгии Может быть устал Может быть травму получил И вместо него Его меняет его Партнер Партнер уже многолетний По Андерлехту По сборной Бельгии По Энгховену наконец Люк Нилес 30 лет этому нападающему Лучший игрок года В Голландии В прошлом сезоне И лучший бомбардир Двух последних чемпионатов Этой страны Два раза Люк Нилес забивал 21 мяч в чемпионате И оба раза Такой результат Приносил ему победу В споре бомбардиров Если учесть Нилес чистый форвард А Дегрис Полузащитник Атакующего плана То Дик Адвокат усиливает Атаку Какой мощный удар Филиппу Коку Сотрясает Просто перекладину Ворот Шавковского Мяч отскакивает Попадает в галкипера Сейчас мы все это увидим Прекрасный пас Вима Йонка Пяткой Мощный удар Коку И повезло Сейчас киевлянам Повезло Потому что мяч попал В Шавковского И хорошо что он Не отскочил в ворота Аж вздрогнули Вздрогнул каркас ворот Нилес Сразу показывает Великолепную технику Люк Нилес Я думаю что пора Прекратить киевлянам Вот эту перепасовку Перед своей штрафной В первом тайме Она восхищение вызывала Но сейчас уже не время Сейчас понадежнее Надо играть Где гарантия Того что если счет Опять сравняется Что киевлянам Удастся третий мяч Забить на выезде Ценден Оттесняет его во щуп И мяч уходит на угловой Вот когда вспыкивает Энховен Очень мощно смотрится Эта команда Но в целом Матч она проводит Неровно Нет единства скоростей У футболистов То один То другой Берут игру на себя Цельного впечатления Игра Энховена не оставляет Ответная замена Киевским Динамо В Энховене один бельгиец Сменил другого В Динамо один Белорусский футболист Выходит На поле вместо Также своего партнера И своего соотечественника Валентин Белькевич 24 номер Вместо Александра Хацкевича 15 Валентин Белькевич Считается он Заслуженно Кстати считается Одним из самых талантливых Молодых игроков В Восточной Европе Ну в первую очередь Естественно на территории Бывшего СССР Колоритная очень фигура И несмотря на Молодость Белькевича Ему 24 года всего Он уже был даже Дисквалифицирован За употребление допинга В своей карьере Еще когда выступал За Минское Динамо Быстро развивает Свою атаку Энховен Наконец-то прибавили Голландцы И перестали они Долгие, нудные Даже такие атаки Разыгрывать Все в одно касание Стараются делать Понимая, что Только в этом Их шанс Йон Промахивается Гусин В последний момент Под ноги Йонку Бросается Александр Головко По-хоккейному Блокирует удар Ведущего Полузащитника Энховена Сейчас переместилась Игра полностью На половину поля Киевского Динамо Ку-ку Нет, это был Дебиль, да Делал он навес В расчете Налюха Ниллиса Не прошло Пятиминутный отрезок Уже, наверное Очень здорово Проводит Энховен И резко сдали Именно в эти Пять минут Футболисты Динамо Йонк подает Угловой Пришел сюда Четвертый номер Стэн Валькс Самый высокий Футболист В составе Энховена Метр Девяносто Четыре Сантиметра Но закрыл Его в этом эпизоде Юрий Максимов Автор Первого гола Напоминаю Что Динамо Киев Выигрывает Пока Выигрывает В первом матче Своем В Лиге Чемпионов У Чемпиона Голландии Клуба ПСВ Энховен Со счетом 2-1 Эти мячи забили У Динамо Максимов И Ребров А у Энховена Вин Йонк Очень, конечно Важная будет Победа Для Украинских Футболистов Если она, конечно Будет одержанная Выиграть На выезде У такого Сильного клуба Это очень Почетно Ну и, наверное Уверенности В своих силах Прибавят Киевлянам Потому что Они все-таки Этот состав Полноценно В Лиге Чемпионов Так и не сыграл Сбит Виталий Косовский Нарушил правила Япстам Третий номер Ну, под руководством Валерия Лобановского Вообще Свою первую игру Проводит Киевская Динамо В Лиге Чемпионов Нет, там Не было Не был сбит Никто Это был Артур Нуман Просто он Заблокировал Киевского футболиста Так вот Под руководством Лобановского Вообще Первая игра Собственно В Лиге Чемпионов А вот этот Состав Киевлян Уже Участвовал В ней Провел Правда Всего один матч С греческим Панатинайкосом Дома Выигрывал Со счетом 1-0 И потом Киевский клуб Был дисквалифицирован После неприятной Истории С испанским Судьей Антонио Лопес Лопесом 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 Нуман Так вот Та история Она конечно Наверное Подействовала На игроков Киевского Динамо Потому что Уже в следующем Своем розыгрыше Пытаясь Пробиться В Лигу Чемпионов Они Сделать этого Не сумели Уступили Венскому Рапиду И вот сейчас Наконец-то Второй Попытки уже Пробились В Лигу Чемпионов И пока Выглядят Не очень уверенно Уже почти час Было нарушение Или нет Нет Руна Педерсон Показывает Что Жиль де Бильде Должен подняться С газона Уже второй раз Кстати в этом матче Но естественно Ничего тут не было Жиль де Бильде Тоже Интересная фигура Жиль де Бильде Покинул Бельгию В прошлом году После того Как был дисквалифицирован За Драку В одном из матчей На Голландию Его дисквалификация Не распространялась Ну и де Бильде Очень обиделся Тогда на всех Бельгийцев В первую очередь На прессу Естественно Которая Просто затравила его Даже одно время Собирался де Бильде Отказаться Игр за сборную Бельгия Цендан Не зря этого футболиста Считают Одним из самых Талантливых В Вейнховине А вот Андрей Шевченко Игрок За которого Только что Милан Предлагал 17 миллионов Долларов И который Пока Не оправдывает На мой взгляд Не только Этих денег Но и Своего имиджа Главного Таланта Украинского Футбола В первом Тайме Шевченко Неплохо Смотрелся В подыгрыше Но не более того У него был Великолепный Момент Когда он Один на один Выходил Сватареусом Непонятно Чего И впугался Андрей Шевченко И пробил Еще выходясь Очень далеко От ворот Пробил Не точно 15 минут Сыграно Во второй Половине Матча 2-1 Киевляне Пока Впереди И нет Пока У нас Никаких Сообщений Из Нью-Касла Где Этот английский Клуб Встречается С испанской Барселоной И я напоминаю Вам что Самые интересные Фрагменты Этого матча Как и игры Ювентус Феянорд Вы увидите На канале НТВ Вскоре после Окончания Трансляции Матча Эйнтховен Динамо Киев Безадресная Передача В исполнении Стэна Валькса В штрафной Сейчас было Четверо Игроков Эйнтховена Валькс Сделал Передачу В тот район Где были Только Игроки Киевского Динамо Киевского 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 Пытаются От своей Штрафной Начать Атаку Киевляне Пока мы Не видим Их знаменитых Длинных Передач Через Все поле Которыми славился всегда киевский клуб Но возможно, что Валерий Лобановский и не делает ставку на длинные передачи А перестраивает уже с учетом современного футбола игру киевского Динамо Такая педантичность Лобановского и то, как он быстро реагирует на все изменения в мировом футболе Это все прекрасно известно И Лобановский является автором уже ставшего знаменитым не только на Украине, не только в России, но и во всей Европе Высказывания, когда после чемпионата Европы многие тренеры, комментируя этот турнир, сказали, что ничего нового они там не увидели Лобановский возмутился и удивился Как же это так? Футбольный тренер может не увидеть ничего нового на таком турнире, как чемпионат Европы Судя по тому, как играет киевская Динамо Сам Валерий Лобановский в этом турнире увидел очень много нового, если не для себя, может быть, то для украинского футбола Дебильде Нилес Играют в стенку Два бельгийца А теперь уже была такая своеобразная стенка в исполнении киевлян Конечным пунктом в ней стал голкипер Александр Шавковский Ребров Не получилась у него точная передача На Андрея Шевченко помог, правда, рикошет от голландского защитника Мяч к Шевченко все равно попал, но уже неудобно было Атаковать Андрею Йонг И Калитвинцев далеко отходит к плеймейкер киевского Динамо И Вим Йонг еще дальше, аж к своей штрафной Так стремятся эти футболисты получить простор, получить свободную зону Чтобы они могли осмотреться и понять, как лучше строить атаку Ну а свободное место есть только там Ближе к собственным воротам Калитвинцев Максимов Длинная передача была вперед И Артур Нуман Головой выбивает мяч за пределы поля Падет, но Падет Без посторонней помощи сейчас Калитвинцев Хорошо выб вышел вперед Головко Прервал уже начинавшуюся атаку Энковина Но мощный удар В такой позиции Немножко странно Может быть, настолько доволен был сейчас Головко Что он удачно сыграл в предыдущем эпизоде И решил, что и сейчас все у него получится Метров 40 было до ворот Кстати, в последнем туре своего национального чемпионата Чемпионата Украины Киевская Динамо выигрывала у Прикарпатия Со счетом 4-0 Один из мячей Последний четвертый гол забил Юрий Калитвинцев И забил его вообще с центра поля Десятером сейчас пока играют динамовцы Сергею Реброву оказывают помощь За пределами поля Но не особенно это ощущается Максимов Хороший был момент Но Максимов не довел до конца движения Которым делал эту передачу Поэтому попал в голландского футболиста Совершенно очевидно, что Инклорен стал делать ставку на чередование атак То по флангу, то по центру Приблизительно через одну атаку Так играют голландцы Сейчас через себя будет удар Не точно Жиль де Бильде Разыгрались бельгийцы Нилес и де Бильде получше понимают друг друга Чем де Бильде и де Грис Этот дуэт смотрится поинтереснее атакующий Александр Головко, защитник киевского Динамо Так сконцентрировался на мяче Что даже не заметил Как де Бильде стал готовиться к удару через себя Если бы видел Головко по-другому Ему нужно было бы действовать Длинный пас вперед Пока совсем не заметен Валентин Белькевич Игрок, который вышел на замену А вот резервист Дика Адвоката очень активен Люк Нилес Стамп Получили мы еще одно сообщение из Нью-Касла Я уже не буду полностью его вам приводить Скажу лишь только то, что если рассматривать результат, который мы имеем сейчас То, что киевская Динамо выигрывает с отсчетом 2-1 у Инфовена Вот сейчас Люк Нилес очень опасно атаковал ворота Шавковского И здорово сыграл вратарь Здорово, несмотря на то, что отпустил сначала мяч от себя Так вот, если считать этот результат неожиданным То в Нью-Касле просто сенсация И эту сенсацию вы увидите на канале НТВ сегодня вечером Уже ночью, наверное, даже скорее Я думаю, что ни один любитель футбола не уснет и дождется Ведь книга чемпионов Это особенное соревнование Сбит Люк Нилес Сбит в опасной близости Отворот Кстати, Нилес вполне мог упасть и после первого подката в исполнении Александра Головко Но тогда устоял на ногах А вот уже после нарушения правил со стороны Владислава Ващука Нилес рухнул на траву Сейчас Руна Педерсон будет отодвигать стенку Сколько уже? 8 метров Сейчас будет 9 И опасный штрафной Учитывая то, что Йонг уже забил один гол со штрафного И сейчас оно мяча Но похоже, что собираются разыгрывать штрафной удар голландцы Ну, я думаю, что было бы странно рассчитывать на то, что киевская стенка еще раз подпрыгнет И что удастся Йонг еще один такой же гол забить Передача поперек делается, а вот удар не получился Прихрамывать стал Александр Шавковский Это не очень хорошо, если действительно получил небольшую травму Шавковский Уверен очень он играет сейчас на выходе И арбитр фиксирует нарушения со стороны Жиля Дебильда Около 25 минут сыграно Во втором тайме 2-1 киевская Динамо выигрывает В своем первом матче в Лиге Чемпионов Розыгрыш 97-98 годов Эйнховен уже на протяжении 20 минут отчаянно пытается отыграться И пока далеко не все получается у футболистов голландского клуба Снова Нилес в центре внимания Знаете, мне кажется, что до сих пор не могут разобраться защитники Динамо С тем, кто же должен опекать Люка Нилеса С Марком Дегрисом им было проще играть Дегрис и двигался поменьше И на ударные позиции не выходил Предпочитая назад чаще Чуть-чуть смещаться и из глубины атаковать А вот Нилес на острие вышел И раз за разом выигрывает он и позицию И единоборство у киевских защитников Будуэйн Ценден практически в ногах у Валерия Лобановского забрал сейчас мяч А вот его партнер Артур Нуман Ввел его в игру из-за боковой линии крайне неудачно Шевченко сбрасывал мяч Юрию Дмитрулину И я думаю, сейчас даже вы услышали, как Дмитрулин воскликнул Что же ты? Действительно, можно было и получше Андрею Шевченко сыграть Не получается этот матч У него далеко не лучшая игра Андрея Шевченко Кстати, он великолепно выступал на Кубках Содружества Когда киевляне последовательно обыграли двух чемпионов России Аланию и Московский Спартак Будуэйн Ценден далеко вбрасывает мяч Нуман Вздохнули так трибуны, они ждали от Артура Нумана, конечно, более точной передачи, более точного навеса Артур Нуман, 27 лет этому игроку 23 матча за сборную Голландии Кстати, он был капитаном Олимпийской сборной Голландии В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне Но Олимпиаду ту Я думаю, что все помнят, что выиграли ее хозяева, испанская сборная Нуман идет вперед Активизировался этот защитник Удар Огромный Александр Шавковский Невысоко подпрыгивая, спокойно забирает этот мяч таким Кошачьим, я бы сказал, движением Что-то никак не могут киевляне за центр поля пройти Дебильда Еще один удар Не точно Минут 10 уже, как Энховен, имеет полное преимущество Но неужели убоялись собственной прыти Чемпионы Украины Еще одна замена В их составе Андрей Гусин Уходит с поля, вместо него появляется Сергей Бежинар Опытнейший защитник 27 лет ему Еще в союзном чемпионате поиграл Сергей Бежинар Заднепропетровский Днефр 22 игры за сборную Украины И замена В составе Энховена появился на поле польский футболист Томик Иван Адвокат усиливает атаку А Валерий Лобановский усиливает оборону Вместо полузащитника Гусина вышел на поле Защитник Сергей Бежинар Посмотрим, сплотит ли это оборонительные порядки киевлян Йонг Назад мяч отбрасывает И еще дальше Ватереос Бильонг с мячом Адвокат у самой бровки стоит Вот он с поднятой рукой сейчас был в углу экрана Ну ясно, что он недоволен В общем, не было особой радости на лице адвоката Адвокат украинским футболистам Дальше так продолжаться не может Если Будут с такой частотой создавать моменты игроки Энховена Рано или поздно они добьются своего Давление сейчас огромное на оборону киевского Динамо Стэн Валькс получил желтую карточку Сбил он в центре поля Сергея Реброва Причем сбил в той ситуации, когда Не требовалось даже мелкого нарушения правил А Валькс просто грубо сыграл Иван Вот он, поляк Томик Иван Зовут его Томаш Но в Голландии все называют Томиком Есть еще один польский футболист в составе Энховена Совсем молодой Петр Матыш Ему 19 лет всего Но сегодня он даже в число запасных не включен Шевченко Может получиться неплохая атака Сейчас образовался разрыв между Средней линией обороны Энховена Но вдвоем были Шевченко и Ребров против трех защитников Поэтому, наверное, и не получилось у них атака Снова Шевченко с мячом Пытается сыграть с Ребровым Но два форварда сместились в одну точку Слишком близко друг к другу Ващук прерывает атаку 15 минут остается до конца этого матча 2-1 Киевская Динамо впереди Бесспорно, я думаю, приятный факт для всех Любителей футбола На территории Бывшего СССР Потому что Все равно мы считаем Киевская Динамо своей командой Еще одна замена Происходит в составе киевлян Юрий Максимов уходит в поле А выходит Дмитрий Михайленко Моментально Мгновенно, я бы даже сказал Реагирует на происходящее Валерий Лобановский Делает три замены И параллельно третью замену Сделал еще и Ховен Петер Мюллер Датский нападающий Вместо Жиля де Бильде Появился на поле Жиля де Бильде Которому сегодня откровенно не везло Так вот, я повторю, что Все равно считаем мы киевлян своей командой Но для россиян, конечно Успех киевского Динамо Как соль на рану Геевляне не то, что на равных Играют чемпионом Голландии А сейчас даже выигрывают у него пока Вот российский чемпион Не смог переиграть Словацкого В центре поля пока идет игра Сейчас, наверное, Ховен перестроит Прежде всего свою атакующую линию Потому что Петер Мюллер Это футболист совсем другого плана Нежели Жиль де Бильде Их роднит только высокая результативность Мюллер очень высокий игрок Поэтому сейчас, наверное, будет много навесов В штрафную Динамо Метр девяносто Рост Петера Мюллера Двадцать пять лет ему Дважды он лучший бомбардир Дании В девяносто втором и девяносто третьем году Причем тогда Мюллер выступал За провинциальный клуб Ольборг И дважды он становился чемпионом Дании в составе Бронбюрт Навес даже не в страшную А к центру поля Навес точный А вот этот удар На что он был рассчитан? Джейкер Петрович Югославский регионер Эйнховена бил поворотом Шапковский начнет игру от своих ворот Менее пятнадцати минут уже до конца игры Киевская Динамо выигрывает У Эйнховена в матче Лиги Чемпиона В первом матче, в первом туре Дмитрий Михаленко Первый раз он коснулся Правда не мяча, а соперника пока Коснулся так, что Вим Йонг на газоне оказался Михаленко сразу можно Отличить на поле Такая пышная у него шевелюра Очень мощный игрок Статный Единственный футболист в кейском Динамо Который отращивает длинные волосы Периодически Ребров Задумано было хорошо А исполнено не очень Очень сильный пас Сделал Ребров И Шевченко успеть К мячу никак не мог Будовейн Ценден Номинальный нападающий Сейчас он практически по всей бровке играет Вот может контратака получиться Белькевич Тоже не лучшим образом сыграл И смотрите Белькевич зарабатывает угловой Такая медлительность Стэна Валькса Она уже комична Огромный защитник Спокойно контролировал мяч штрафной И ни о чем даже, наверное, не думал Ни о какой опасности Как вдруг Белькевич решил этот мяч у него выбить И заработал угловой для своей команды И дело даже сейчас уже не в том, что угловой опасен У ворот Рональда Ватериуса Дело в том, что время тратится на это А время сейчас играет на киевскую команду Калитвинцев Не совсем удачно сейчас он подал На ближнюю штангу Там был Александр Головко Вот сейчас здорово играет Калитвинцев пяткой Затолкал сейчас Юрия Дмитрулина Артур Нуман Вот он идет вперед, этот защитник Артур Нуман, пятый номер На мой взгляд, лучший из защитников сегодня в составе Эйнховена Да и вообще один из лучших на поле Йонг отсюда может пробить Бим Йонг Сделает он передачу Йонг выступал за сборную Голландии На чемпионате Европы 92-го года И через два года На чемпионате мира в Соединенных Штатах Америки А вот в прошлом году в Англии на чемпионате Европы Вима Йонга не было Михаленко Хорошо обыгрывает Дмитрий Михаленко сейчас защитников Но скорости ему не хватило Артур Нуман опередил украинского полу защитника Около 10 минут остается до конца игры Здар Вим Йонг Бьет мимо ворот Ключевая фигура В составе Эйнховена Вим Йонг А вот у Кийского Динамо нет такого ярко выраженного лидера И в этом Мне кажется плюс заключается некоторый Кийского Динамо Потому что соперник даже не знает С кем надо играть плотнее С кем можно Не так жестко Не так плотно играть Скажем Андрей Шевченко Явно совершенно прикрыли Защитники Эйнховена Внимательно за ним следят Но закрыли Шевченко Выстрелили Максимов и Ребров А вот с голландским клубом В данной ситуации все ясно Вопрос лишь в том Хватит ли класса сейчас киеврянам Нарушены правила Люк Нилес Даже сложно мне термин подобрать Это уже была не хоккейная атака На Александра Шавковского А скорее регбийная Молодой братарь Александр Шавковский Тем не менее он не только в Киевском Динамо Но еще и в сборной Украины Считается основным вратарем 8 игр он за сборную Пока провел Но дело в том что Недавно получил место в основе Шавковский Кстати сборная Украины Имеет хорошие шансы Попасть на чемпионат мира Скорее всего Со второго места То есть даже не скорее всего А точно Совершенно сборная Украины Выше не поднимется Потому что лидер в этой группе Сборная Германии А вот украинская команда Имеет хорошие шансы На второй позиции оказаться Пока она опережает сборную Португалии Ну и не исключен тот вариант При котором в стыковых играх За путевку на чемпионат мира Украина сыграет с Россией Любопытный будет матч Ранее выступавшие в украинских клубах Анопко, Никифоров, Цымбаларь Против Юрия Калитвинцева Лучшего игрока России 1994 года По оценкам Спортэкспресса Тогда очень удачный сезон провел Калитвинцев Хотя получился он таким двуликим для него Начинался он просто кошмарно В московском Динамо Калитвинцев совсем не нашел общего языка С Константином Бесковым И был отстранен от тренировок с командой Пригласил его к себе тренер Нижегородского локомотива Валерий Овчинников Сумел дозаявить в майские праздники И Калитвинцев вместе с ним из Динамо Тогда ушел в Нижегородский локомотив Евгений Смертин Они тогда навели шороху в Российской высшей лиге Продолжу я рассказ небольшой о Калитвинцеве и Смертине Пока не происходит ничего острого на поле Так вот в том сезоне Валерий Овчинников Славящийся своей любовью к физической подготовке К кроссам, к занятиям без мяча на тренировках Он Калитвинцеву и Смертину позволял тренироваться так Как они считают нужным И был вознагражден за это Овчинников За это доверие к футболистам Они провели сезон здорово И во многом тогда помогли локомотиву В бессилии падает уже сейчас на газон Филипп Коку Хороший был удар, плотный Но мяч летит выше Александр Шавковский начинает атаку От своих ворот Я повторяю, что самые интересные моменты Двух других матчей сегодняшнего дня Нью-Касл, Барселона и Ювентус Фейнорд Вы увидите через полчаса после окончания Этой нашей трансляции Как играли Галатасара и Боруссия Вы уже увидели Но сегодня еще, помимо этого Еще восемь игр И тоже в них очень интересно развиваются события Не буду пока вам ничего говорить Потому что все результаты, естественно, вы тоже узнаете Сегодня уже ближе к ночи А завтра на канале НТВ Полное обозрение тура в Лиге Чемпионов Хорошая атака удалась киевлянам Очень смело там расправился с защитниками Валентин Белькевич за пять минут до конца игры Но не хватило завершающего удара ему Нилес Очень быстро Люк Нилес ввел мяч В игру из-за боковой линии Шевченко Неужели и сейчас не покажет себя Андрей Шевченко Недоволен он, считая, что нарушал правила в борьбе с ним По-моему, ничего там не было Просто Шевченко проиграл жесткую борьбу в центре поля Будувейн Ценден Все меньше и меньше времени остается у Интховена Здорово играет Ващук В защите киевского Динамо И сразу мяч теряет С таким трудом он его сейчас отобрал у Будувейна Цендена И сразу потерял Не давать навешивать Не давать мяч в штрафную Загружать футболиста Минтховена Вот сейчас главная задача киевлян Меньше четырех минут уже, наверное, осталось до конца игры Ну, может быть, что-то добавил Руны Федерсон, норвежский орбита Но не думаю, что много Потому что остановок мало было в игре Единственный случай, когда оказывали помощь Сергею Реброву Он даже поначалу остался за кадром Потому что Реброва никто не уносил с поля Он сам вышел Почувствовав боль в ноге Калитвинцев фирменный Его длинный пас В расчете на Шевченко Будь побыстрее сейчас Нападающий киевского Динамо Мог бы он и овладеть этим мячом И ответная длинная передача Уже в штрафную киевлян Не считает Руны Федерсон, что это был отброс мяча назад Михайленко В конце игры все больше и больше брака становится в передачах В первом тайме и где-то до середины второй половины игры Киевляне вообще практически не ошибались Именно в передачах Они могли терять мяч в единоборствах Но передавая его друг другу, были очень точны И это все, конечно, выгодно отличает украинского чемпиона В России невозможно, наверное, себе представить команду Которая так уверенно, так четко играет в пас И я говорил о том, что киевляне много комбинаций Начинают вообще перед своей штрафной разыгрывать Много и часто Другой вопрос, правильно это или неправильно Но свою хорошую техническую оснащенность Они в этих эпизодах показывают и доказывают Хорошую и, я даже скажу, лучшую, нежели у всех российских клубов Без исключения Придержали, придержали сейчас Петера Мюллера за футболку Не обратил на это внимание Руна Педерсон Да и датский нападающий не упал А развернулся он очень хорошо к мячу И выигрывал позицию у Александра Головко С другой стороны, раз не упал Мюллер Значит, и не столь значительное нарушение было Потому что Головко схватил его за футболку И сразу отпустил Еще один длинный пас в направлении Шевченко И сколько проигрывает в скорости Андрей Шевченко, Желька Петровичу Рональд Баттереус уже совершенно не задерживает мяч у своих ворот Сразу вперед, вперед Я думаю, что, может быть, на последней минуте Баттереус вообще в штрафную киевского Динамо придет Потому что начинать турнир с поражения на своем поле Эйнховен никак не может Еще ни одного поражения в своем чемпионате не потерпел Эйнховен Три ничьих и две победы в его активе Нилес Навес от бровки Штрафную удар Блестяще играет Шевковский Йонг Все Мне так кажется, что это был последний шанс Эйнховена спасти матч Сейчас, конечно, будет повтор И я не обращаю даже ваше внимание Я требую обратить внимание на игру Александра Шевковского Если повтор, конечно, будет Потому что режиссер трансляции, голландец, конечно, не хочет сейчас показывать этот момент Он еще верит в то, что Эйнховену удастся отыграться Мощный удар, но это уже удар отчаяния Как здорово сыграл Шевковский Прекрасную передачу сделал Нилес Хорош был удар головой Но вратарь просто совершил подвиг Бим Йонг Еще один навес в штрафную Головко выигрывает борьбу у Стэна Валькса Спешит Будовейн Ценда Далеко он бросает мяч Метров на 20, на 25 Калитвинцеву Все, можно подержать мяч сейчас Калитвинцеву Вперед капитан Киевского Динамо пробил Совершенно уже смешались игроки Эйнховена сейчас Игравший весь матч на правом фланге Желька Петрович оказался на месте левого защитника Ну, неудивительно, сейчас одна цель Вальксовена Одна цель, выражаясь Известной, я думаю, всем кинотерминологией Цель это живым отсюда уйти С поля стадиона Филипс С поля стадиона Филипс Где при своих зрителях Эйнховен пока проигрывает киевскому Динамо Уже более минуты переиграли команды Петрович Где же Руна Педерсон, где же его свисток Снова выигрывают борьбу головой киевляни Но пока оправдываются мои предположения Вот тот удар головой, который наносил Петер Меллер Датский форвард Он и остался последней угрозой воротам Шавковского Потому что сейчас уже хаотично наступает Эйнховен Это уже навал Удар и все Теперь уже вопросов нет Киевская Динамо одерживает победу Причем победу полную по всем статьям Андрей Шевченко, 90-я минута, 3-1 Провалились сейчас защитники Ничего удивительного Все были в атаке у Эйнховена И Шевченко с Михайленко Великолепно разыграли эту комбинацию Вот они, 17 миллионов долларов Которые предлагал итальянский Нилан За Андрея Шевченко Вот эти 17 миллионов долларов в движении И вы видите толпы, которые покидают Молча покидают Филипп Стадион Я думаю, что голландцы, несмотря на Франка Арнесона И на то, что он предупреждал, что Киевская Динамо сильный клуб Они, конечно, не ожидали Я думаю, что они даже не ожидали, что Эйнховен в ничью может сыграть с киевлянами Ждали только победы от своей команды А матч заканчивается для Эйнховена Ну, не скажу, что подором, но провалом в любом случае И на коне Валерий Лобановский Киевская Динамо подтверждает репутацию сильнейшего клуба СНГ Первая победа киевлян в Лиге Чемпионов Самое ценное, что одержана она в гостях Три удара Юрия Максимова, Сергея Реброва и Андрея Шевченко обеспечили эту победу А канал НТВ завершает свою первую трансляцию матчей Лиги Чемпионов Мы с вами встретимся 1 октября и посмотрим игру Манчестер Юнайтед Ювентус До встречи на канале НТВ С вами был Алексей Андронов Эта программа была представлена Спонсорами Лиги Чемпионов УИПА Компаниями Амстер Добрый вечер, я Владимир Соловьев В эфире программа Смотрите, кто пришел Есть известный и всегда актуальный анекдот пророссийских артистов Звонок из Голливуда одному из них предлагает сняться в кино за миллион долларов Он спрашивает, когда, посвечает, что съемки начинаются в конце декабря Говорит он, не могу, у меня елки К нашему сегодняшнему гостю это не относится, потому что елкам он предпочел телезрителей канала ТВС Сегодня к нам пришел человек, которого и представлять особо не надо Престарелый сорванец, как себя называет он сам, Роман Карцев Здравствуйте, Роман Андреевич Во-первых, вот вы говорите, что анекдот, а это было у меня абсолютно так И на полном серьезе мне звонили откуда-то, я не помню, из Америки Называли сроки, я сказал, нет, я в Горьком в это время Ну так, хорошо хоть не как Сахаров под городом Горьким Хорошо по-другому Роман Андреевич, что беспокоит? Беспокоит, ну, в основном, близкие родственники, дети, внуки, в основном Некоторые свои отклонения уже Ну, это признак того, что общество выздоравливает Когда все меньше сатиры и все больше быта, это значит, что общество здоровеет Абсолютно точно, абсолютно верно, и так и должно быть, если бы мы это раньше знали Мы бы давно уже жили, все хорошо, а так мы очень заботились А престижи родины копали, ездили, бамы, и все делали И сейчас там все стоит, все лежит, и все рушится Поэтому правильно сейчас такой призыв Оздоровляйтесь, во-первых Что я делаю на протяжении всей своей жизни И в детстве занимался спортом, и занимался акробатикой Прыгал в воду, и сейчас играю не потому что, а потому что в теннис